Привет. Давайте потихонечку начнем. Хорошо слышно меня? Отлично. Давайте я для начала представлюсь. Меня зовут Ларькина Яна, я менеджер компании Oxenix. Oxenix – это правоприемник компании Accenture в России. У нас работает более 2000 человек в Твиви, Ростове и удаленно из разных уголков России. И сегодняшняя тема, которую бы я хотела обсудить – как оставаться востребованным при смене индустрии, проекта и выстыть на считающихся камнях. Очень часто, когда к нам приходят люди на интервью или люди, которые хотят из одной практики нашей компании перейти в другую, задают вопросы. А что нужно знать для того, чтобы оставаться успешным? Чем занимается аналитик именно в вашем направлении? Какие сертификаты нужно получить, чтобы перейти из одной практики в другую? И не будет ли означать мой переход – понижение карьерного уровня? Ведь то, куда я перехожу – это что-то новое. Я в этом не разбираюсь, я ничего не знаю. И вот эти вот вопросы мы с вами в ходе беседы сегодня затронем. Что касается смены индустрии на моем личном опыте, за последние 12 лет я успела поработать в трех разных индустриях. Это была логистика, телекоммуникации и банкинг, то есть финансовая сфера. Кроме этого, я поменяла три стекотехнологии. Я занималась внедрением корпоративных информационных систем, электронным документооборотом, созданием платформенных интеграционных решений. И сейчас занимаюсь созданием хранилищ данных и являюсь лидовым центром компетенции и аналитики в направлении даты нашей компании. В каждой из этих областей я поработала более трех лет, погрузилась очень детально в каждую из них, вышла экспертом, наверное, на какой-то определенный момент времени. Каждый раз, переходя в новое направление, это был гигантский колоссальный стресс. Я думала, что я никогда не буду разбираться в том, в чем разбираюсь сейчас лучше. Что я теряю опыт, что я шагаю назад, что это какой-то определенный дауншифтинг, и это какое-то концептуально неверное решение. Основные выводы, которые можно сделать, если вы остаетесь в одной индустрии бесконечно долго, то вы не развиваетесь. При этом, если вы меняете постоянно стекотехнологии и проекты, то вы также развиваетесь очень медленно, потому что не получаете свой экспертный опыт. Что мы должны всегда помнить, когда мы меняем проект? Вы не первый, кто приходит на проект. Вокруг вас всегда есть люди, которые проходят анбординг, обучаются, что-то спрашивают, и это нормально. А спрашивать это не значит быть глупым. Если вы куда-то приходите в новый дом, и вы не всегда знаете, где кухня, это нормально. Также с проектами кастомизировано все. Если мы берем пример каких-то глобальных корпоративных информационных систем, будь то САП или Оракол, так как эти решения не нацелены на российский рынок, то, что касается каких-то наших узких моментов, например, налогообложения, выплаты заработной платы, в любой компании это будет сделано по-своему, и на каждой российской компании тем более. Несмотря на то, что все процессы кастомизированы и линейно переходя от проекта к проекту, все равно будут изменения, общие методики не меняются. То есть глобально верхний уровень, во в каждой компании примерно все одно и то же. Про последний пункт, который наверняка вызывает много вопросов. У меня был личный опыт, большой крупный проект, на который я пришла специалистом по внедрению Oracle E-Business Suite, которым занималась очень много лет. Менеджер моего проекта попросил меня выступить на большую аудиторию, где сидело все управление этой корпорации, и я должна была рассказать, какой именно продукт мы будем имплементировать, какую пользу это принесет бизнесу, какие особенности мы там будем рассматривать и так далее. Мне там задавали разные вопросы, и один из вопросов был, а предусматривает ли наша система погнозирования спроса управления ШПД. Я не помню, что я ответила на этот вопрос. Я вышла оттуда с мокрой спиной и трясущимися руками, а оказалось, что ШПД это не то, чего я не знала в плане информационной системы, а это широкополосный доступ. То есть это касалось, то есть это аббревиатура телекома, и вот это, возвращаясь к второму пункту, спросить не значит быть глупым. Я выглядела гораздо хуже, когда начала нести какую-то ерунду, потому что не хотела показаться некомпетентной, хотя это никак на это не влияло. В общем, не бойтесь спрашивать. Но есть какие-то основные моменты, которые каждый аналитик должен знать, какие-то основные скиллы, которые должны быть у вас за плечами, если вы хотите безболезненно наменять индустрию или технологию. Первое, максимально очевидное, для каждого аналитика – это документация. Умение написать любой документ, от BRD до протокола встречи – это критически важный навык для любого аналитика. Но концептуально вся документация делится на два типа. Это методологическая документация и внутренняя документация заказчика. Во всех компаниях крупных, с определенным уровнем зрелости, есть свой подход к описанию документации, то есть это какая-то формализованная методология или стандарты. Если правильно эту методологию выбрать, то вы получите необходимый, но достаточный документ, который опишет все стадии жизненного цикла информационной системы или продукта. И этим будет очень удобно пользоваться и управлять. На экране есть один из примеров такой методологической документации. Это концепция Oracle Unified Method. Очень распространенная методология ведения документации, которая описывает пять жизненных циклов программного продукта любого. Если вы будете заниматься созданием мобильного приложения, корпоративного хранилища, чего угодно, если вы не знаете, с чего начать, можно смело брать за основу эту методологию. Она описывает не только все стадии, все типы документов, которые могут быть имплементированы на предприятии, но также там есть шаблоны, которые вы можете посмотреть и на основании этих шаблонов ввести свой проект на документацию. Что касается внутренней документации заказчика, как правило, ее используют в двух случаях. Первый случай, когда у заказчика недостаточно знаний, опыта для того, чтобы применить эту методологию. И второе, когда специфика предприятия, бизнеса настолько узкая, что ни одна методология не подходит. Но по моему опыту это всегда первый вариант, который больше рождается из человеческой лени. Что касается разнообразного стека документации, когда вы приходите на какой-то новый проект, занимаетесь какой-то новой технологией, не бойтесь предлагать. Человеческая лень непостижима, и люди годами пишут из раза в раз документы, которые потеряли свою актуальность. Там есть какие-то разделы, которые никому не нужны и не приносят пользы. Многие задают вопросы, а зачем вообще этот документ был разработан, и кому эта информация нужна, и заполняют просто по наитию, потому что так было принято когда-то раньше. Когда приходите на проект, всегда кажется, что те люди, которые уже там работают, они гораздо компетентнее вас, лучше знают, поэтому я буду делать так же. Но это неправильно. Если вы понимаете, что для того, чтобы проект был успешным, вам необходимо ввести какую-то новую документацию, например, протокол приема сдаточных испытаний, предлагайте. Если понимаете, что какой-то раздел из документа надо убрать, предлагайте. Коллеги обязательно будут вам благодарны. При одном условии не будьте навязчивы. Если разнообразие документов вовсе не применимо на проекте, и вы не обладаете никаким опытом, вы можете всегда посмотреть на коллег, на другие проекты, потому что все документы, в принципе, будут плюс-минус одинаковые. Следующий пункт и следующий скилл, которым должен обладать аналитик, который передвигается из одного направления в другое, это работа с базами данных. Опять же, чтобы вы не разрабатывали мобильное приложение, хранилище данных, какую-то корпоративную информационную систему, вы все равно будете работать с данными. На экране представлены основные средства визуализации, работы и управления данными, основные инструменты, с которыми вы можете столкнуться. Если вы разрабатываете хранилище данных, вам обязательно нужно знать, по какой модели эти данные разложены. Если вы бизнес-аналитик, который просто строит e-mail-диаграммы, вы должны понимать, как эти данные связаны, чтобы уметь этими данными управлять, чтобы вы смогли их выбрать, уметь их посмотреть. Чем глубже системный аналитик копается в данных, чем больше у него тех скиллов, тем больше он будет востребован в рамках компании, в рамках проекта и в целом на рынке. С чего же начать? Первое, что можно сделать, это изучить модели данных. Верхнеуровнево оценить, например, чем звезда отличается от снежинки, в чем заключаются особенности анкерной модели или какие преимущества несет модель данных Data Vault. Рано или поздно, работая с данными, вы столкнетесь с какой-то из этих моделей или с какой-то моделью, которая была разработана на их основе. А также познакомьтесь с инструментами. Их также очень много. Каждый инструмент для работы с информацией, с базой данных или хранилищем несет в себе какие-то определенные тонкости. Все они что-то умеют импортировать, экспортировать данные из определенных форматов. Это поможет облегчить вам работу, сократит ваши трудозатраты, повысит производительность. И если какие-то основы изучить, это будет очень полезно. Также не забывайте о том, что необходимо погружаться в детали. Многие аналитики останавливаются на том, что они собирают требования заказчиков, тестируют, заканчивают свою работу, сдают, абсолютно не касаясь каких-то технических деталей, потому что это работа разработчика, архитектора, кого угодно, но только не его работа. Конечно, тут нужно быть очень аккуратным, очерчивая круг своих обязанностей, потому что за всех работу не сделаешь, но чем глубже вы технически погружаетесь в стэк, тем, опять же, больше вы востребованы и лучше будете разбираться в своей работе. Освоить SQL, да, такой максимально тривиальный, но очевидный совет. Это очень распространенный язык, который пригодится везде, по крайней мере, мне он пригодился во всех направлениях, которых я касалась, хотя бы косвенно, да, чтобы понять структуру данных, как с этими данными общаться и так далее. Работа с заказчиком. Работа с заказчиком – это то, чего точно не стоит бояться. Переходя от сферы к сфере, вы никогда не удивитесь, наверное, потому что заказчики всегда одинаковые, вопросы, проблемы, трудности тоже всегда одинаковые, но методы решения общей подхода и ваши софт-скиллы, они пригодятся везде, потому что аналитик – это тот человек, который всегда взаимодействует с бизнесом, взаимодействует с разработчиком, переводит с языка разработки на человеческий или там в бизнес-язык. Поэтому сохранение баланса между гибкостью и отсутствием работы ради работы всегда в этом направлении вам помогут. Если подвести итоги, то работая в консалтинге больше 12 лет, можно сказать точно, что с каждым годом смена проектной деятельности дается все проще. Разница и пропасть между логистикой, телекоммуникациями и банкингом не кажется такой катастрофической. Мы сейчас вынуждены менять все технологии в связи с тем, что необходимо импортозаместить многие продукты, кастомизируем разработки, которые есть и не всегда меняем проекты, потому что мы хотим расширить свои горизонты, а потому что это необходимо для того, чтобы сохранить IT-ландшафт того проекта, где мы работаем. Поэтому, если вы хотите стать разработчиком, дата-инженером, перейти от аналитики в любую другую сферу, то обязательно это делайте, когда, если не сейчас. У вас обязательно это получится, ведь даже у меня получилось. Если вас заинтересовало или есть какие-то вопросы о компании, можете перейти в QR-коду. Это телеграмм нашей компании. Также, если у вас есть какие-то вопросы, я буду рада на них ответить. Спасибо большое за доклад, прямо вот в самом сердце. Хотела бы вас спросить, как вы погружались в ваш личный опыт, именно в каждую предметную область, через какую-то внутреннюю документацию, через опыт общения с коллегами, проходили ли какие-то курсы, то есть как вот вы развиваетесь, переходя из компании в компанию, из сферы в сферу, и вообще какие-то, может быть, есть лайфхаки? Ну, если односложно, ответить через боль. Вот так. Это такой общий концепт. На мой личный взгляд, там все развитие идет через боль. Это всегда очень сложно. Если особенно, когда вы добиваетесь какого-то успеха в определенной области, очень сложно. То есть я там 6 лет занималась настройкой Oracle E-Business Tutorial и была там суперэкспертом. То есть вот прям даже без ложной скромности я могла это сделать закрытыми глазами. А потом мне необходимо, например, было погрузиться в хранилище данных. То есть я была определенного карьерного уровня. И тут я прихожу в новое направление, где не знаю ничего. Ну, то есть это определенный труд, который... То же самое, да, было? Это определенный труд. Ну, то есть тебе приходится делать больше, чем все остальные, прилагать сверхусилия, да, чтобы не упасть в грязь лицом. Просто, не знаю, много работать, много работать, получать удовольствие. Применять тот опыт, который был на прошлых, не знаю, проектах. Больше спрашивать, приставать к людям. Вот, наверное, так. Ну, проходили ли вы курсы или изучали какую-то документацию, исключительно внутреннюю? Или это просто вот, грубо говоря, поставлена перед вами какая-то задача, ну, вот в новом проекте? Соответственно, есть задача, есть проблема, есть повод что-то найти, там, почитать? Так и было. Ну, я понимаю, что на каждом проекте совершенно точно своя специфика. Поэтому я лично никогда не... Мне не помогали сказать. Не то, что я не проходила курсы или не получала сертификаты, мне это никогда не помогало. То есть мне помогало просто погрузиться в ту задачу на определенном, там, предприятии и ее выполнять, там, быстрее. У меня тоже была очень веселая история, когда я пришла на новый проект. У меня было все новое. Мне дали список из 20 пунктов и сказали, что это надо сделать за неделю. Я, не знаю, так грызла кактусы, плакала или как там про мышей. В общем, я очень сильно старалась. Я это сделала, а потом я пришла и показала. Мне сказали, Яна, это на месяц. Было, я ошибся. Это было очень неприятно. Вот. Но, как бы, ну, вот прям меня бросали, и я плыла. Я сейчас применяю такой же подход к тем людям, с которыми я работаю. Ну, есть разные у людей, как бы, да, склады, там, и темпераменты. Но в целом это помогает. Бросаешь человека в задачу, ставишь невыполнимые сроки, у человека нет выбора, он учится плавать и очень быстро погружается. Такой жесткий метод, не удивляйтесь. Ну, знакомый. Тоже так. Спасибо. На здоровье. Яна, у нас есть вопрос из онлайна. А как быть с доменами со сложным порогом входа? О, это очень интересно. Ну, совершенно точно есть направление, где есть какие-то уникальные скиллы, да, которые необходимы. И вы там не знаете ничего, например, вам необходимо изучить, не знаю, ну, то же самое там Python, для того, чтобы куда-то зайти, вы вообще этим никогда не занимались. Тут, на мой взгляд, позиция простая. То есть, во-первых, вы обязательно должны изучить какие-то основы, да, у нас куча тоже там, опять же, и курсов и так далее. То есть, если это что-то техническое, то это достаточно просто. Изучить какой-то язык на основе, там, курсов интернета и прочее, какие-то минимальные знания иметь. И когда вы заходите в новый, там, домен какой-то, переходите из практики в практику, вы обязательно должны подсветить, что если вы даже чего-то не знаете, то вы обязательно узнаете, что у вас есть огромное желание. Потому что для многих менеджеров, там, продукт-оунеров, руководителей команд, очень важно, когда вы, там, берете себе человека, что если он даже чего-то не знает, он обязательно это сделает. Потому что неуверенность – это то, что отталкивает, и в этом случае тоже. Если вы придете и скажете, я не знаю, я никогда этого не видел, но, там, я очень хочу, и я это обязательно сделаю, я буду читать, смотреть и так далее, то я думаю, что вас возьмут. Если даже порог непреодолимый, кажется. Яна, спасибо. Время у нас закончилось. Если есть какие-то вопросы, вы можете продолжить общение завтра в зеленом аудитории. Всем большое спасибо.